Что такое подкачка файлов? Это постоянно пересоздаваемые файлы. Естественно, захламляет, во-первых, память. Вот, возможно, это какие-то уже ошибки есть. Параметры запуска не работают. Эй, здорово, дружище, с тобой Серёга Сайбербанана. И сегодня я подниму твой FPS на просто потрясающий уровень. В Counter-Strike у тебя будет охренительно красивая картинка. И помимо этого, другие игры на твоём компьютере также будут показывать хорошие циферки по FPS. Интересно? Присаживайся поудобнее. Но перед началом... Залетаем на сайт hellstore.net. И сегодня мы поиграем в классики и немножко в коинфлип сразу же. Поэтому в классике сразу у меня уже выкуплено несколько предметов. Я поставлю вот эти 4 предмета. Общей суммой всего лишь в 22 доллара. Но и пока лидирую я 91%, как вы видите, сверху. И я готов, в принципе, сейчас показывать свою доминацию на этом сайте. Да ладно, парень залетел, 64% у него, у меня всего... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, давай-давай-давай, родной, Серёга. Да, Серёга, ты можешь, я верю в тебя, я верю в удачу. Ну-ну-ну-ну-ну, так-так-так-так-так-так, стопы-стопы-стопы-стопы. Летим сразу же теперь в коинфлип и дальше находим парнишку, который, я вижу, тут хочет серьёзненько со мной пободаться. Окей, я готов. Давай, монетка, сделай мне оранжевую. Полетела, полетела, полетела. Нет, не сейчас, но классик, я забрал. Ну и для тебя, конечно же, подгонщик. Заходи на сайт hellstore.net, вводи промокод cyberbanana и получай 60 центов себе на счёт. В общем, все ссылки в описании. Как я уже сказал, видео про FPS не только для Counter-Strike, но и для других игр также. Ну, всё равно, в большинстве своём люди будут смотреть это видео, потому что хотят повысить FPS в Counter-Strike. Поэтому немножко разделим видео на обычные способы, которые влияют на все игры. И потом уже перейдём именно непосредственно к Counter-Strike, где я скажу офигенные фишки, которые сейчас, как ни странно, работают. Поехали. Первый способ. Как я всегда люблю говорить, буду рассказывать всё простым языком, не буду мудрить и буду показывать спокойно и не спеша, чтобы ты всё понял. Сейчас мы пойдём по способу, который называется подкачка файлов. Что это такое? Это твоя оперативная память плюс выделенное место на диске, которое тебе расширит, грубо говоря, твою оперативную память. Как это сделать и как это повлияет? Как это повлияет? Ну, считай, что у тебя просто оперативки станет больше. Вот так это и повлияет. Как это сделать? Летим сначала в мой компьютер, после чего правая кнопка мыши, свойства. Дальше летим в дополнительные параметры системы. Здесь находим дополнительно и нажимаем также параметры, где было быстродействие. Вот. Здесь есть визуальные эффекты, ты можешь сам здесь разобраться, какие-то галочки убрать, не убрать, зависит всё от тебя. Тоже пару FPS это даст, но этого мало. Мы летим именно в дополнительные ещё раз. Здесь мы находим виртуальную память, после чего нажимаем изменить. Давай я сюда сдвину окно, чтобы тебе было лучше видно. Итак, здесь, смотри, есть несколько дисков. Расскажу, чем отличается SSD, HDD и так далее. Куда лучше поставить эту подкачку файлов. SSD, если там постоянно... Что такое подкачка файлов? Это постоянно пересоздаваемые файлы. То есть лучше поставить на HDD, потому что он более прочный, более крепкий. Ну и там он из, так скажем, двухтысячных. Поэтому ему как бы не впервой. А вот SSD пока ещё, наверное, не готовы, и они очень быстро вылетают в систему. Поэтому если у тебя есть HDD, ставь на HDD. Если только SSD, ставь на SSD. Ну тоже знай, я тебе рассказал, какие риски в этом есть. Итак, убираем автоматически выбрать объём файла подкачки. Галочку убрали. Теперь выбираем указать размер файла. Какой же размер файла нужно ставить? Самое подходящее, это ставить полтора от той оперативной памяти, которая у тебя есть. То есть, если у тебя 8 гигов, ты ставишь, ну умножаешь на полтора, и получаешь примерно там 12-13 тысяч, которые ты должен выставить. И также у меня, допустим, сейчас 16. Я 16 умножаю на полтора, максимум, ребят, на 2. И это выставляет значение. Ну давай берём расчёт. Сразу возьмём калькулятор, чтобы было проще. Итак, 8 тысяч у тебя оперативка. Плюс умножить на 1.5. Равно 12 тысяч, как я и сказал примерно, да. И вот, выставляем 12 тысяч сюда, 12 тысяч сюда. Нажимаем потом, естественно, окей, и всё. А тебе осталось только перезагрузить компьютер, и файл подкачки у тебя появился. Понял, да? Вот это первый способ, который тебе реально даст возможность, во-первых, залетать быстро на карту в Counter-Strike, Во-вторых, повысить тебе немножечко FPS, ну и в-третьих, у тебя вообще компьютер будет работать чуточку быстрее. И в других играх также FPS, ну ты понял, повыше будет. В общем, лучше, чем ничего. Летим дальше. Слушай, дружище, а почему ты не подписываешься? У меня на канале отличнейшие годные видосы специально для тебя. Делаю, стараюсь, делаю это с душой, поэтому сделай красную кнопочку серой, нажимай на колокольчик и жди новых видосов. Я обязательно тебя буду радовать, а ты меня радуй своими комментариями, своими лайками. Всё, будем дружить. Дорога к 100 тысячам уже близка, поэтому давай, братик, помоги мне в этом. Следующий способ относительно также тривиален, но он рабочий по сей день. И знаете почему? Потому что он освобождает также ваш компьютер. Что нужно сделать? Это мы нажимаем, где пуск, вот эта полосочка снизу, нажимаем правой кнопкой мыши, диспетчер задач. Дальше летим в автозагрузка. И вот здесь выключаем, вот где состояние включено, выключаем практически всё. Оставляем нужные тебе драйвера и даже вот эти всякие Windows, они тоже должны быть отключены. Вот эти Яндексы отключено. Даже те же самые Авасты, это всё должно быть отключено. И тогда, когда ты перезагрузишь компьютер, ты увидишь, что твой компьютер просто вздохнёт. И лишнее это всё у тебя не будет запускаться и не будет захламлять. Оперативная память, диск, сеть и так далее, и так далее, и так далее. Даже многие забывают выключить обычный торрент, который постоянно жрёт. Мне спрашивают, что почему? Вот я недавно общался с Щеллом, он говорит, у меня постоянно пинг нереальнейший. Я посмотрел, у него на рабочем столе, у него включен торрент, ребят. Как вы думаете, почему у него такой пинг? Как только он отключил этот юторрент, или как это правильно называется программа, он удивился, у него практически в 2-3 раза пинг стал меньше. Забавный случай, я действительно с этого угорал, но это так оно и есть. Поэтому, ребята, выключаем из автозагрузки всё, перезапускаем компьютер, и ваш компьютер снова вдохнёт в себе энергию, скажет, давай, дружище, сейчас будем разрывать. Летим теперь к третьему способу, потому что здесь я уже всё рассказал. Плавненько и тихонечко передвигаемся к Counter-Strike. Сейчас я скажу забавную вещь, но просто послушай. Да, параметры запуска не работают. Да, какие-то есть, какие-то действительно рабочие остались функции, но вот эти загромождения, которые раньше я вам говорил, которые говорят сейчас другие ютюберы, ребят, это не работает, потому что уже Counter-Strike, который был полгода назад, не такой, как стал сейчас. Поэтому лучше освободить полностью параметры запуска. Как это сделать? Наверное, вы уже знаете, в принципе, но всё равно я должен вам показать и рассказать. Нажимаем библиотека, Steam, естественно, после чего находим Counter-Strike, свойства, и дальше нажимаем установить параметры запуска. Вот то, что у меня находится в параметрах запуска, и у меня FPS в порядке. Да, мы хотя бы скажем, что у тебя компьютер нормальный. Нет. Я также спрашивал у ребят, у которых слабенький FPS. Я говорю, пацаны, уберите параметры запуска, посмотрите, что там. В большинстве своём изменений не было. А в некоторых случаях и FPS действительно стал лучше. На вопрос, а почему тогда это делать, если изменений нет? Да потому что смысл тогда в этих параметрах запуска, если изменений никаких нет. Поняли? Соответственно, да, попробуйте, возможно, FPS также возлетит. Что же у меня здесь? No-Vid это убираем мы заставку в начале, когда появляется Counter-Strike, ты там сидишь, ждёшь, когда же это всё появится. И следующее, T-Crate 128, это потому что я часто показываю что-то из самого Counter-Strike, чтобы у меня кадры не пропадали лишние. Ну и также я сам всегда играю на фейсе в большинстве своём. Хочу просто, чтобы у меня была более плавненькая картинка. Поэтому T-Crate 128 меня ставят. Вот этот параметр запуска, этот специально нужен так, чтобы я мог параллельно снимать в OBS. Потому что сейчас, сами знаете, Valve придумает такую какую-то хрень непонятную, что через OBS-ку я не могу снимать нормальный экран, но благодаря вот этому, вот этой команде, я, естественно, снимаю более-менее в порядке. Хотя там с фактором опять такая же хрень. Не будем углубляться в это. Поняли, ребят? Параметр запуска. Убираем абсолютно всё. Оставляем, наверное, вот эти две, если вы катаете Face. Если нет, то вот это тоже даже не надо. Да и вообще ни хрена не надо. Полностью всё убирай, сделай чистенький Counter-Strike. Кстати, насчёт чистенького Counter-Strike. Летим к четвёртому способу. Как вы все знаете, очень много файлов качается, особенно с пабликов. Если ты с каким-то другом зашёл куда-то на какой-то паблик, там какие-то музыки и так далее, и так далее. Всякая хрень, заменение текстуры и прочее-прочее, всё качается к тебе на компьютер. Это, естественно, захламляет, во-первых, память, во-вторых, какие-то ошибки с Counter-Strike начинают появляться, и после чего у тебя компьютер начинает тормозить, и Counter-Strike FPS падает вниз. Что нужно сделать? Естественно, удалить полностью Counter-Strike, все абсолютно папки, которые там есть, и сделать заново чистенький. Никакие целостность файлов проверять не надо. Надо полностью удалить, убрать папки и загрузить обратно Counter-Strike. Как это сделать? Давай я тоже покажу, хотя, наверное, ты знаешь. Но в некоторые меня всё-таки спрашивали. Заходим в библиотеку, нажимаем на Counter-Strike. Здесь управление и удалить с устройства. После этого у тебя всё равно останутся файлы Counter-Strike. То есть изначально ты должен найти эту папку. Как легко найти папку Counter-Strike, чтобы долго её не искать? Нажимаешь также свойства, после чего локальные файлы, посмотреть локальные файлы. Всё, запомнил место положения Counter-Strike, и даже можешь оставить вот это всё, после чего ты удаляешь Counter, потом дальше заходишь обратно в эту папочку, и всё. Остальное всё вычищаешь и удаляешь. Да, ты можешь залететь ещё параллельно в Steam, найти свой ID цифры, удалить там конфиги и прочее, но это не так сильно влияет на FPS, как влияет именно это. Кстати, у меня какие-то файлы, 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 файлы. Вот, возможно, это какие-то уже ошибки есть. Вот ещё. Надо, кстати, удалить, перезапустить, и тоже вам потом FPS их показать. Ну ладно, поехали к последнему интересному способу, который реально поджирает FPS в последнее время на компьютерах, и не только Counter-Strike, а в других любых играх. Поехали. Пятый способ. Windows иногда шалит, из-за чего у тебя также просадки по FPS существуют. Поэтому расскажу один хороший способ, который уберёт всё лишнее. Ну, конкретно по игре, в данный момент, когда ты находишься и начинаешь там стрелять. Заходим в пуск, после чего нажимаем вот эту шестерёночку, это параметры. Дальше летим в игры, вот это на Xbox похожее. И тут у тебя будет записывать игровые клипы и так далее. Убираем галочку. Нажимаем тоже клипы вот здесь. Здесь тоже убираем все галочки. Потом игровые режимы, убираем галочки и так далее. Везде, то есть везде у тебя будут стоять галочки, я тебе даю 100%. Это всё убираешь, и у тебя теперь не будет лишней нагрузки на твой компьютер. У тебя не будет нагружаться то, что вот в данный момент что-то надо какое-то записать, перезаписать и прочее. Не знаю, зачем это добавил Windows в плане того, почему он по дефолту включён. Но, ребят, я вам советую отключить. И действительно, FPS у вас взлетит. Ну что, ребят, вот я рассказал о пяти способах, которые дадут вашему компьютеру возможность снова вздохнуть полной грудью. Во-первых, FPS будет вверх, работоспособность будет лучше. Кроме Counter-Strike будут и другие игры также идти. И уже более интересно. И не на минималочках, а уже на средних настройках, а возможно и на высоких. Поэтому, ребят, поставьте обязательно лайк, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, напишите комментарий, что у вас получилось, и какой FPS у вас был, какой стал. Мне это дико интересно. Поэтому, ребят, всё, с вами прощаюсь. Давайте, до следующего видоса. Хотя нет, посмотри вот этот. Там реально интересно. 3, 2, 1, let's go!